Добрый вечер, приветствую всех на территории свободы. Сегодня в анонсе я анонсировала присутствие только депутата партии Действия Солидарность, но благодаря тому, что затянулось заседание парламента, очень насыщена была сегодня повестка дня, депутат задерживается, присоединится к нам чуть позже, но я благодарна Александру Моркову, эксперту КАЛМ, который согласился прийти на начало программы, с которой мы начинаем программу сейчас вдвоем, и потом к нам присоединится депутат от партии Действия Солидарность Инна Кашира, добрый вечер, господин Морков. Добрый вечер. Я чуть перестраивала сейчас сразу сценарий, учитывая, что ответственного, который голосует за определенные моменты, пока в студии нет. Давайте говорить тогда о том, что происходит у нас с местной властью. Насколько я понимаю, в бюджете, в проекте бюджета на 2023 год заложены определенные изменения по вопросу финансирования местных властей? Совершенно верно. Ну, наверное, надо сказать, что в политике, в бюджетной политике на 2023 год есть положительные сдвиги по некоторым вопросам, но если касательно бюджета и политики бюджетной, то есть и отрицательные моменты. Наверное, начнем с положительных, так будет приятнее начинать эту программу. Да? Потом скажут, что меня купили. В прошлой программе, в прошлом году проголосовали изменения к законодательству из положительного, что 100% налога на автомобили сейчас идет в местный бюджет первого уровня. Это важный момент, потому что практически сдублировали бюджетные средства местного публичного управления первого уровня для поддержания дорог. Почему связано с этим годом? Потому что в политике бюджетной на 2023 год правительство пришло с изменениями и, в принципе, раньше, если было специального назначения эти трансферы, то сейчас будут общего назначения. Почему это важно? Потому что это даст, в принципе, возможность местным публичным властям первого уровня самим определять приоритеты инвестирования. Ну, то есть, если в этом году им не так важно сделать дорогу, как закончить какой-то проект, допустим, по воде, по канализации, а в следующем году сконцентрировать средства, полученные включительно из этих средств, на то, чтобы сделать дорогу. Потому что что, в принципе, происходило до этого момента? Я как раз это и хотела уточнить. То есть, они сейчас не будут получать на три трубы, полкилометра дороги, два столба на электроэнергию и ремонт, допустим, одной крыши. А будут получать просто сумму и принимать... Я поговорю о конкретной бюджетной линии, которая касается налога на автомобили. То есть, раньше все эти средства уходили в государственный дорожный фонд. Потом мы, как Конгресс местных публичных властей, в очень нелегких переговорах добились того, что половина из налога на автомобили начали поступать в местные бюджеты первого уровня. Конечно, были тогда очень много голосов, которые говорили, что у муниципалитетов нет возможности инстационально правильно доводить до конца проекты. То есть, эти деньги куда-то уйдут непонятно куда. В принципе, мы увидели совсем обратную картину, потому что люди тоже подняли важность этих проектов по... развитие населенных пунктов, в которых они живут. Естественно. Потому что до этого момента никогда в эти дороги не вкладывалось. И нужно иметь в виду еще тот факт, что на местном уровне где-то 44 тысячи километров дорожного покрытия, дорог в принципе. Поэтому очень важный момент. И один лей, который влился в бюджет местного управления первого уровня, превратился обычно в два лея, вложенных в улучшение и качество дорог. Потому что на каждый лей... По-разному, конечно, соотношение было между муниципалитетами, но население сплотилось. И на каждый вложенный лей из этого фонда, в принципе, люди дали еще один лей. Получилось, допустим, если у муниципалитета было 500 тысяч, то эти 500 тысяч, в принципе, превратились в один миллион лей вложений в улучшение качества дорог. Спасибо. Я вас сейчас перерыву. Все-таки я поприветствую. К нам добралась Инна Кашеру, вице-председатель партии Действия Солидарность, депутат партии Действия Солидарности, депутат парламента. Подключайтесь к нашему разговору. Все знают, что я в общем-то... Добрый вечер. Мы говорим о тех изменениях, которые были приняты, которые внесены в проект бюджета на 2023 год для местных властей. Это сейчас господином Морковым. Насколько я понимаю, это позволит, дает чуть больше автономии местным властям. Я правильно понимаю, господин? Это только один элемент. Второй? Нужно отдать должное еще одному изменению. Я же сказал сразу, что есть положительные, есть отрицательные стороны этой политики. В принципе, в прошлом году, если вы помните, тоже в бюджетной политике были сделаны изменения и убрали плафоны местных налогов и сборов. Я даже помню бизнесменов, которые начали жаловаться, что на некоторые налоги местные или сборы, скажем так, некоторые города и населенные пункты умудрились поднять их вдвое, а то и втрое. Где-то на 70%, где-то на 100%, сразу одним решением в один год. Что поставило их в довольно сложную ситуацию, учитывая, как им дальше надо было планировать свой бизнес. Наверное, обобщать не стоит, если есть какие-то точечные, больше налогов поставили на местном уровне, то в основном, если посмотреть по республике, то эти налоги не так уж быстро и намного выросли. Что я хотел этим сказать? Что в прошлом году, в принципе, правительство выполнило решение Конституционного суда, которое гласило о том, что является неконституционным любое плафонирование местных налогов и сборов. Мы в прошлом году настаивали, чтобы убрали в том числе плафон на земельный налог и на налог на недвижимое имущество. Ну, к сожалению, тогда мы не были услышаны. А сейчас? Благо, в этой политике этого года это изменение уже есть. То есть, это в принципе, опять же, мы говорим о том, что правительство этой политикой просто выполняет решение Конституционного суда. И возвращается на нормальное русло автономии по определению налогов и сборов местной публичной власти. Потому что это является очень важной, неотъемлемой частью местной автономии. Если местная автономия не может самостоятельно решать свою бюджетную политику, если не может свою фискальную политику, если не может решать насчет своей экономической политики, то о какой автономии мы, в принципе, можем разговаривать. Я могу задать вопрос. Госпожа Акшеру, правительство, ну это правительство, партия, действие, солидарность. Выполняет просто решение Конституционного суда или все-таки выполняет в том числе и свою предвыборную программу, в которой был написан курс на децентрализацию, если я правильно помню? Да, это был один из приоритетов, и он, в принципе, как бы и остается, потому что децентрализация — это основа нашей предвыборной кампании. темпы, с которыми мы двигаемся, это, конечно, не те темпы, которые мы хотели видеть в этом мандате. И это связано включительно со всей ситуацией, которая сейчас происходит в стране, потому что это тяжелая ситуация, которая требует дополнительных ресурсов, усилий для того, чтобы преодолевать кризис за кризисом. Начинали мы с энергетического кризиса. Это для нас была очень такая новая тема, скажем так. Мало человеческих ресурсов, которые знали бы эту тему хорошо. Больше, наверное, тех людей, которые в прошлом занимались какими-то коррупционными схемами в энергетическом секторе, но не развивали его, потому что возможностей было очень много, но мы, как страна, этим не занимались. Вот поэтому в 2021 году, когда начался энергетический кризис, нам было очень тяжело всем адаптироваться к новым реалиям. И дальше уже война, 22-й год, 24 февраля, которая опять принесла дополнительные заботы, проблемы. И поэтому, когда у тебя так много всего нового, что ты не прописывал в предвыборной своей кампании, то вот я, например, как вице-председатель по вопросам окружающей среды, пыталась адаптироваться к этой новой обстановке. И мне все время говорилось, что, объясняли коллеги, что надо подождать, потому что ситуация действительно очень и очень тяжелая. У меня как раз на эту тему к вам больше вопросов на окружающую среду. Но пока мы говорим о децентрализации, тем более, что господин Морков не впервые в моей студии говорит о децентрализации, мы снимали программу и летом, то есть и будем возвращаться к этой теме. Почему она еще раз актуальна? Я понимаю, что тематика не ваша, но учитывая, что у нас уже третий, по-моему, сутки в городе и в стране обсуждается решение Министерства здравоохранения о переводе больниц под контроль Министерству, районах больниц, то вот мы хотим понять, это такая децентрализация, которую так себе представляет Министерство, или это вынужденная мера? Может быть, вас на фракции удовлетворили комментарии госпожи министра, потому что я до сих пор до конца не разобралась и не очень поняла. Критики данного предложения больше, чем те, кто поддерживает. Может быть, на фракции вы слышали больше аргументов? Аргументы, которые мы слышали и сегодня, например, в парламенте, потому что было несколько проектов, законов по здравоохранению, за которые мы проголосовали. Самые такие основные аргументы, они касались того, что путем централизации этих больниц мы их подчиним Министерству здравоохранения, которое владеет этими ресурсами, финансовыми ресурсами, которые были выделены для того, чтобы отстроить опять больницы, для того, чтобы их репрофилировать, чтобы было больше отраслей. То есть, пошли по пути на меньшего сопротивления. У министерства есть специалисты, и вместо того, чтобы готовить специалистов в районах, на местах, чтобы они могли проводить это в необходимом качестве, пошли по пути на меньшего сопротивления, затраты, делать через центральный уровень. И был аргумент, чтобы не пропускать все это финансирование, все эти фонды через районы и советы, а делать это на центральном уровне для того, чтобы дальше передать это в... То есть это временная мера? Да, это временная мера. Это нам сегодня так объясняли и в рамках этих законов по здравоохранению. Господин Морков, вас удовлетворяет такой ответ? Это должно удовлетворять, во-первых, не меня, а людей. Ну если говорить о районных советах, то, наверное, все уже поняли и в принципе все с этим согласны, что эти формирования изжили себя как... Ну вот не стали делать административную реформу. Да, к сожалению, к большому нашему сожалению, потому что Конгресс местных публичных властей, как первым этапом реформы местной публичной власти в том числе, мы предложили как один из вариантов переходных муниципализацию. Насколько мы понимаем, то сейчас получится, что просто отбираются компетенции у второго уровня, переносятся на центр, тогда непонятно... Зачем они вообще остаются? Зачем вообще остаются эти советы второго уровня, которые непонятно чем будут заниматься в принципе, а потом еще возвращать им больницу. Но здесь больше проблем, рисков, по-моему, если говорить точечно. Ну я надеюсь, что госпожа министр все-таки даст больше нам комментариев, потому что мне до сих пор, честно говоря, не очень понятна логика принятия решения. Но еще к вашей теме, любимой, возвращаемся к децентрализации. Вы сказали о муниципализации, да, слова длинные, надо учиться выговаривать. Рассматривалось ли вообще это предложение на фракции, или вы просто посчитали, что вы в эту выборную каденцию не будете этого делать, потому что скоро местные выборы, а уже потом вернетесь. Потому что я напомню, что это еще один из пунктов ваших предвыборных, вашей партии. Муниципализация это аморигамирование местных? Муниципализация это было предложение КАЛМ, насколько я помню, то есть это был переходный вариант административно-территориальной реформы. То есть не просто избавиться от районов, а провести вот такое расширение города по принципу Кишнева, Бельцев, такого типа. То есть вы не рассматривали это предложение, потому что я помню, что господин Гросс в моей студии сказал, что в эти выборы ближайшие местные точно не будет никаких изменений. А что касается следующей предвыборной кампании, это будет зависеть по каким критериям она пройдет, будет зависеть от того, какие будут возможности в стране. Но учитывая, что мы еще не вышли и не знаем, когда закончится война и не вышли из режима чрезвычайного положения, я понимаю, что пока предложения лежат на полочке и не рассматриваются. Нет, мы не рассматриваем пока такие предложения. Амальгамирование, да, оно как бы очень активно так обсуждается, и оно включается в финансовые программы. Тут же САТО «Европяно-Европейское село» тоже как бы подключают эту идею и все остальные финансовые инструменты для того, чтобы как-то это мотивировать больше местной власти следовать этому инструменту, а муниципализация – это то, к чему мы еще не дошли. Не подключили. Хорошо. Господин Морков, насколько я помню, одна из возможностей того, что мы стали странным членом, кандидатом ЕС, был доступ к фондам. Один из фондов как раз касается и изменений административно-территориальных, да, или возможности развития населенных пунктов. Мы сейчас говорим не про Кишинев, да, а большая часть про малые города и села, которые не имели в том числе канализации, воды, возможностей, учитывая, что у них маленькие бюджеты, делать дороги и так далее. Я вас попрошу сейчас вот это все-таки объяснить, что это дает возможности и как это может происходить. Необходимо ли для этого объединяться в большие коммуны, да, или проводить действительно муниципализацию или нет. Почему я вас об этом сейчас спрашиваю? Потому что многие наши зрители вообще не понимают, каким фондом Республика Молдова получила доступ, получив статус кандидата ЕС. И что это для нас на самом деле означает, кроме того, что мы там, нам осталось один шаг до членства в ЕС. Ну, наверное, если вы затронули тему именно муниципальных услуг, то очень важно сказать, что законом, когда было определено, что это собственная компетенция местных публичных властей первого уровня, были поставлены четкие условия для того, чтобы эти как бы муниципальные услуги развивались нормально и были предоставлены в качестве, в качественные муниципальные услуги для людей. К сожалению, ни один из этих инструментов не был развит впоследствии. И в принципе получилось так, что муниципалитеты просто остались с этой компетенцией, которая одна из самых дорогих в принципе. Потому что развитие физической инфраструктуры является одной из самых дорогих компетенций, которые в принципе есть. Потому что это капитальные инвестиции, это очень долгий и дорогой процесс. Эти инструменты не были развиты. Наверное, очень можно сказать, что сегодня еще один закон, два закона были проголосованы в парламенте. Мы говорим об ассоциациях по межмуниципальному сотрудничеству. И мы приветствовали этот законопроект, потому что в принципе законодательство предусматривает кооперацию межмуниципальную для улучшения публичных услуг. Но как такового инструмента легального не было. Поэтому мы считаем, что этот инструмент даст возможность местным публичным властям без обязательного амалгамирования, объединения, кооперироваться. И до момента какой-то реальной реформы публичной власти иметь возможность путем этим инструментом улучшить качество услуг и развивать муниципальные услуги на другом уровне. Что в принципе это значит? Потому что очень многие недопонимают и думают, что это будет какое-то предприятие. В принципе, это не будет предприятием. Почему мы приветствуем это? Потому что это не придумали в Молдавии, в принципе. Это работает во Франции, это работает в Румынии. Единственная большая разница между нами, допустим, и Румынией. Потому что в Румынии этот закон принимали, потому что это было условие Европейского Союза по предоставлению финансовых средств для развития определенных муниципальных услуг. Мы рады, что мы как страна не стали дожидаться каких-то условий от Европейского Союза, а пошли, в принципе, по пути опережения. Что в принципе это значит? Это значит, что муниципалитеты смогут объединяться по каким-то определенным услугам, создавать эти ассоциации по межмуниципальному сотрудничеству. И в принципе развивать муниципальные услуги, но не предоставлять как таковые. То есть эти ассоциации не будут заниматься предоставлением, допустим, услуги по воде и канализации, либо еще какие-то коммунальные услуги. Но учитывая, что у нас кризис именно специалистов, я даже не назову это зарплатами в местном публичном управлении, это какие-то дотации для энтузиастов. Пособия поработятся. Так вот эти пособия никак не позволяют, в принципе, ну и плюс лимитирование числа госслужащих в местном публичном управлении, не позволяет, в принципе, нанимать качественных специалистов в той или иной области, чтобы улучшить услуги, предоставляемые людям. И путем этой ассоциации мы надеемся, что они будут иметь возможность задавать более лучшие условия для специалистов, тем самым привлекать тех специалистов, которые могут, в принципе, в том числе выполнять какие-то некомпетенции, а работу, которая делается сейчас в муниципалитете. Потому что проблема с человеческим фактором не только на местном уровне. Это большая проблема и на центральном уровне. По-моему, везде во всех министерствах есть недобор реальных специалистов. А мы, как страна, не сможем никогда развиться, если будем в публичный сектор нанимать не самых лучших специалистов. Ну, раз мы опять в проблеме, госпожа депутата, вы курируете медиа. Почему так сложно было найти министра экологии? Нет специалистов? В окружающей среде очень мало специалистов в этом секторе. Действительно, не с кем работать, да. Но так как мы страна кандидат, и у нас очень серьезные обязательства по соглашению об ассоциации, надо привлекать специалистов, надо их находить. Мы их ищем за границей, будем привлекать. Я понимаю, зарплаты маленькие. А вот эта программа, которая сегодня в двух чтениях утвердила парламент, да, договор, участие в программе LIFE, не очень известна на самом деле для широких масс, я бы сказала, такая вещь. Может, вы объясните, что она нам дает, какие преимущества, и как это изменит отношение к экологии в нашей стране? Или может изменить? Хотя бы потенциал есть, как мы реализуем потенциал, это второй вопрос. Да, как я сказала в парламенте, окружающая среда не была никогда приоритетом для Республики Молдова. И поэтому мы не искали никаких источников финансирования. Мы даже не пользовались своим экологическим фондом, потому что мы его инвестировали с целью создавать больше источников загрязнения в стране. Потому что мы строили систему водоснабжения без канализации. И вот с 2009 года мы создали огромное количество источников загрязнения водных ресурсов и почвы. Потому что все это было построено без канализации и без очистки источных вод. Поэтому мы не пользовались вообще никакими финансовыми ресурсами, а их много. LIFE — это один из ресурсов финансовых. Если мы будем обговаривать эту тему, я не знаю, с любой страны Евросоюза, там все знают, что такое LIFE. LIFE — это единственная программа Евросоюза по окружающей среде, которая финансирует проекты, большие проекты. С тех пор, как LIFE был запущен в Евросоюзе, было поддержано более 5600 проектов в странах Евросоюза. Бюджет, который был выделен Евросоюзом на период с 2021 по 2027 год — это более 5 миллиардов евро. И Республика Молдова и Украина не могли участвовать в этой программе, так как в программе участвуют в принципе страны Евросоюза. Так как мы стали странными кандидатами Евросоюза, нам удалось обсудить эту возможность с Еврокомиссией. И в ноябре этого года нас посетил комиссар Евросоюза по окружающей среде, океаном и рыболовству, который привез программу. Он ее и обсуждал с правительством Республики Молдова на очень привлекательных условиях, потому что за эту программу надо платить для того, чтобы участвовать в ней, контрибуции, а мы будем платить очень маленькие вклады. Я как раз хотела спросить, а какой будет вклад Республики Молдова, учитывая, что мы не могли на экологию денег найти особо никогда. И даже когда собирали экологичный сбор, вы только что подтвердили, он уходил на другие нужды, которые как раз приводили к дополнительным проблемам с экологией. Какая наша контрибуция нашей страны и насколько она для нас посильна? Да, причем Национальный экологический фонд ежегодно собирал 20 миллионов евро в последние годы. То есть это очень большая сумма для нашей страны. 20 миллионов евро, которые мы могли использовать для проектов по управлению отходами, по посадке лесов. А мы можем сейчас, да, показать один скрин из исследований. Сейчас, да. Покажите нам, пожалуйста, скрин, чтобы мы его обсудили. Да. Я пока сейчас технически подготовят нам кое-какие цифры для того, чтобы мы поняли. Насколько я понимаю, что действительно мы собирали экологический фонд регулярно, вставали и на местном уровне, все шло хорошо. А использовали мы оттуда непосредственно по направлению сколько? Это этот скрин. Господин Морков, если вы видите, потому что мне зрение не позволяет. Цифры давайте сейчас прокомментируем, которые мы зрителям нашим показываем. Это анализа скуата иновиденция караффировала инефициента инструментов фискал-бучета репликательной републикой Молдовы. Или это... Да, это этот скрин. Вот мы собирали, и как мы тратили? Вот показывается, да. То есть, насколько хорошо работали наши инструменты. Господин Морков, помогите, пожалуйста. Ну, простыми словами, чтобы наш зритель тоже понял, о чем идет речь. В принципе, по налогам и сборам в окружающей среде получается, что мы на уровне европейских стран, а в некоторых даже обходим. На уровне сбора. На уровне сбора, да. Соотношение к внутриваловому продукту. А на уровне затрат на окружающую среду, то мы как раз хуже всех. Так что, получается, мы собираем по соотношению, в принципе, к внутриваловому продукту на уровне, примерном уровне государства Евросоюза, затратим меньше всех. То есть, мы эти деньги, в принципе, как и сказала госпожа депутата, они тратятся на другие цели. Это за какой период? Помните, потому что я вижу здесь по странам, по годам, не вижу, за какой период это было исследование. Ну, это исследование 2020 года, где автором является еще и госпожа Кошеру, так что, наверное, виднее. Госпожа Кошеру, за какой период вы смотрели за эти взаимоотношения сбора фискального и непосредственно использования на экологию собранных средств? Это было разработано в 2020 году. Собирали мы данные за последние годы. То есть, с 2017-2020. Потому что я помню знаменитого премьер-министра, который деньги из Дорожного фонда решением рекомендовал и правительство проголосовало из Дорожного фонда деньги перечислить в пенсионные, потому что не хватало на выплату пенсий. И мне очень интересно, куда были перечислены все собранные наши налоги на экологию и окружающую среду. Куда они были перечислены? Известно? Или тоже и пенсионные, и по другим назначениям, только не на экологию? Ну, наверное, никто не просматривал конкретно целевое назначение этих средств, куда они были потрачены. Они просто шли в общий бюджет. И оттуда просто распределяясь по нуждам, которые решало правительство и голосовал парламент. А бюджеты этого года? Деньги, собранные в экологический фонд, пойдут на экологию? В этом году запланировано в бюджете 175 миллионов лей на экологический фонд. Его уменьшили в сравнении с предыдущим годом, 250 миллионов лей. Хотя деньги этого года, 2022-го, в любом случае были потрачены на все эти хвосты, которые создавали предыдущие правительства по проектам по водоснабжению. Потому что там были собраны долги в миллиард лей и больше. То есть проекты, которые не имели финансирования. Потому что в фонде не было никогда таких денег. И подписывались контракты на проекты на последующие 30 лет. И у нас есть такие случаи, когда мэрии приходят в парламент или в правительство с какими-то техническими работами, которые были уже проделаны, но которые не были включены в контракты. И они просят помочь правительство каким-то образом покрыть эти расходы. То есть в экологическом фонде творился настоящий беспредел. И вот мы в этом году как бы и разбирались со всей этой ситуацией. Очень тяжелой. На следующий год также будут переведены некоторые проекты. Но мы хотим максимально использовать эти фонды. И может суметь поднять финансирование для экологического фонда. на этой неделе, потому что обсуждается бюджет с Министерством финансов. И поэтому программа будет анонсирована. Программа финансирования местных властей и неправительственных организаций, а также экономических агентов по определенным приоритетам на 2023 год. Но надо максимально использовать эти средства, не вкладывать их опять в эти хвосты. То есть каким-то образом решать эту проблему. На три минуты прерву. Мы уходим на три минуты на рекламу. Вернемся в студию, продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы вернули в студию. Я приветствую тех, кто только к нам присоединился. Сегодня мы говорим с Инной Кашерой, с Александром Морковым о экологии, медиа, но, естественно, и о том немножко и об местной администрации. Как-то вот попытаемся мы сегодня выруливать вот таким образом программу. У меня к вам, к сожалению, плохая новость. Не успевает Кристина Чеботару приехать на вторую часть программы. Поэтому у нас сегодня будет только обсуждение экологии. Юстицию не затронем. Но я обещаю, что на следующей неделе мы обязательно будем говорить об юстиции и не пропускать наши эфиры. Когда мы говорим об экологии, естественно, первое, что я вспоминаю, это программу Лем Немде и вырубку требования вырубить двойную норму лесов. Я не знаю цифры, сколько реально все-таки вырубили. Врать не буду, потому что я была против, категорически выступала и здесь в программе, и писала в социальных сетях о том, что я категорически против. И я считаю, что министр экологии Юлиана Кондерджио поступила абсолютно верно, потому что нельзя требовать от министра экологии, чтобы она с энтузиазмом приветствовала вырубку лесов. Это, не знаю, как от хирурга, который спасает жизнь, требовать, чтобы он с энтузиазмом радовался смерти пациентам. Это приблизительно такое же сравнение сопоставимое. Но теперь у меня есть вопрос. Я помню, что когда принималось решение о двойной вырубке лесов, было и обещание, что будем больше лесов высаживать. В бюджете на этот год какая сумма заложена на то, чтобы посадить новые леса? Вот это большая задача наша. Сейчас включить в бюджет деньги на посадку лесов, потому что там сейчас ничего нет. То есть, простите, правительство, которое обещало, что мы вырубим лес, но посадим в два раза больше, в проект бюджета не заложило денег на посадку новых лесов. Потому что мы больше ориентируемся на международные фонды, но моя позиция, она всегда была одинаковой, никогда не менялась. Если мы хотим реализовывать такую амбициозную программу, которая стоит нам больше миллиарда евро, мы должны обязательно подключать и свои силы. мы должны участвовать своими средствами в осуществлении этой программы. Десятилетней. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Я просто не вижу логику для стран-доноров, так называемых, которые... Зачем они будут тратить деньги на посадку лесов в Молдове, если правительство будет принимать решение, разрешающее двойную вырубку, и на будущий бюджет не закладывать ни одного лея, ни на одно деревце. То есть, дорогие наши уважаемые партнеры из Европейского Союза, вы нам леса посадите, а когда у нас будут энергетические проблемы, мы их вырубим и опять будем надеяться, что вы нам посадите новые. Это логика. Вы простите, но логика такая, насколько я понимаю. Вот у меня сейчас график, насколько я понимаю, это график того, из того же самого исследования, как сажались леса в Молдове. Как сильно в период, когда увеличивалась посадка лесов, именно деревьев, как и сажали. И вот у нас просто какой-то абсолютный провал в 2009, и в период 2015, 2016, 2017, совсем немножечко в 2018, 2019, а пик был в 2014 году. Там ситуация, что-то последние годы не радует. Рубить мы начинаем больше, сажать меньше, почти проваливаемся. Или не так? Рубим больше, потому что началась паника из-за энергетического кризиса, и население решило закупать больше древесины для отопления с учетом следующих лет. Да, даже не на этот год, потому что если поездить по стране, то можно увидеть, что в принципе большинство, они как бы на этот отопительный сезон обеспечили себя дровами. Но население хотело покупать больше на последующие годы для того, чтобы купить по этому тарифу, то есть по расценкам этого года, потому что мы их сейчас держим зубами. Мы не увеличиваем их за счет реальной стоимости, потому что то же топливо, которое мы используем, оно совершенно по-другому стоит в этом году. и для того, чтобы подготовить дрова. Нам нужны все эти энергетические ресурсы, нам нужен транспорт для того, чтобы это все развозить. Но это не включается сейчас в стоимость одного кубометра дерева, дров, а мы это все держим по стоимости предыдущих лет. То есть стоимость, она как бы нереальная. Но так как мы хотим поддержать население, мы сказали, что в этом году стоимость будет на уровне предыдущих лет. И вот поэтому население, используя эту цену, решило закупить дрова на несколько лет вперед. Естественно, для этого надо продумывать какие-то инструменты, как, например, какие-то платформы, где можно регистрировать население, видеть, кто закупил, кто не закупил, потому что невозможно продавать 10 раз дрова одному и тому же человеку. Нам не хватит леса, потому что у нас леса нет в стране. А как же платформа LEM-NEM-D? Платформа LEM-NEM-D это пока что очень такая сырая платформа, над которой еще очень-очень много надо работать. Потому что там даже те же объемы. У нас уже, простите, скоро закончится второй месяц отопительного сезона, а платформа еще сырая. И вот поэтому нам так и говорили те же международные организации, которые работали по этому сайту, что это будет живая платформа, которая будет обрастать все время какими-то новыми сегментами. А вы знаете, я поняла, как она работает. Я звонила, потому что мне жаловались некоторые из зрителей, писали о том, что они не могут купить трава. Я заходила, узнавала, в каком населенном пункте они живут, заходила на сайт, выглядит все очень цивилизованно. Там прямо написано, сколько на складе чего, телефон лесника, с которым надо связаться, чтобы закупить. Я позвонила леснику, он сказал, я три недели на больничном, не трогайте меня. И положил трубку. Я позвонила в другой район. Там лесник сказал, что у него ничего нет. Я говорю, как же, как же, на сайте-то есть? На что он мне сказал, говорит, там еще не обновили. И, в общем-то, я поняла, что главное, что сайт есть. А дрова наши люди ищут, как всегда. Да, да, сайт пока что далеко не рабочий. Хорошо, давайте возвращаться к... Почему я знаю, что программы по экологии, они не самые популярные. Я сразу, я заведомо иду на эту тему. Но, когда правительство рассматривает очень важную инициативу о запрете курения на балконах в качестве заботы о здоровье граждан, я что-то вспоминаю, что здоровье граждан еще зависит от качества поставляемой воды питьевой, от наличия хорошо функционирующей канализации, от качества воздуха в населенном пункте, где они проживают. За это отвечает как раз то, сколько у нас зеленых насаждений, в каком состоянии наши водные ресурсы. И, в общем-то, как бы мне кажется, что я не знаю, скольким людям спасет здоровье запрет на курение на балконе, но вот я знаю, что очень многим, в том числе и будущим поколениям, сохранит здоровье, чисто питьевая вода, посаженные леса. Если мы остановим происходящее, особенно на юге страны, уже процессы опустынивания, то есть там уже не просто степи, а местами уже доходит, мы видим начинающийся процесс опустынивания территории. И вот тут мне казалось бы, что внимание должно быть максимальное. Сбор и переработка отходов. Обязательно. Являются одним из основных источников загрязнения. Но все, что вы перечислили, это очень дорогостоящие. Программа Life позволяет нам пользоваться этими? Да, она реализовывает проекты во всех этих областях. По защите водных ресурсов, очистка сточных вод, управление отходами и переработка отходов, посадка лесов, озеленение экономического сектора, что тоже очень дорогостоящая вещь, или энергетического сектора, адаптация к изменению климата всех секторов экономических. Это все очень дорогостоящие проекты. И в Life эти проекты поддерживаются. То есть это очень большие проекты. Я говорила про вклады. Вклады очень маленькие. Тем более, что несколько лет мы вообще не будем их оплачивать. Программа началась в 2021. За 2021-2022 мы ничего не будем платить. За 2023 мы будем платить в 2024. Причем 10% из 100% вклада, который мы должны выплачивать, потому что он рассчитывается, исходя из ВВП Молдавского, по отношению к ВВП Евросоюза, это 0,8. И вот из общей стоимости на один год, например, 700 миллионов евро, мы рассчитываем этот вклад. И из него мы будем оплачивать только 10% в 2023-2024, и потом 25%. То есть это очень-очень маленькие суммы. А очень большие проекты. Это не проекты в 10 тысяч евро. Это проекты миллионные, 10-ти миллионные. И это не ограниченное количество проектов. То есть если проекты хорошие, и здесь большие знаки вопроса, здесь надо не писать те проекты, с которыми мы приходили в Национальный экологический фонд, это какая-то там отписка в 30 миллионов леев на 30 лет, без денег в экологическом фонде. А это проекты, которые поддерживаются Евросоюзом. То есть наши те же местные власти, они участвовали в таких конкурсах. Они знают, насколько тяжело готовить такие проектные документации. Я знаю, чтобы даже проектная документация стоила дороже, чем само внедрение какого-то или иного проекта. Об этом я разговаривала еще, по-моему, с Константином Кожакару, когда я ездила в Единце посмотреть, как он внедряет европейские проекты. Кто хочет посмотреть, да, как меняется город, надо в программу один раз пригласить, чтобы он рассказывал, как он годами сотрудничал по этим проектам и как превращал постепенно Единца из довольно запущенного городка на севере, в город, в котором сейчас, я должна вам признать, он действительно сейчас красиво. Вот один из примеров, кстати. Я привела пример Единцев. Давайте наши примары вообще хотят иметь доступ к изменению, к работе с экологическими проектами. Начнем с этого. Потому что то, что парламент создает возможность, ратифицирует, и у нас появляется доступ до фонда, это замечательно. Но вообще у нас есть востребованность допуски к экологическим большим проектам от примарии? Востребованность есть, просто таких фондов до сих пор не было. Но нужно сказать еще, что и КПЧ-ТЕЦЛИ, возможности муниципалитетов, как таковых в человеческих ресурсах, которые могут такие проекты в принципе поднять. Потому что если мы говорим о проектах с такими суммами, которые, допустим, в программе «Лайв», то там нужны специалисты, которые эти проекты могут в принципе правильно написать, предоставить и потом еще и внедрить. Поэтому работы есть еще очень много, по моему мнению, в том числе законодательно, потому что многие экологические проекты даже сейчас сталкиваются с проблемами именно из-за отсутствия правильной делимитации собственности публичной. Как тот пример? Можно привести пример зоны 4 или как в Ставченах, да? Которая в принципе сейчас остановилась из-за проблемы. Зона управления отходами 4 из 8, зон управления отходов в стране. Самая большая, насколько я понимаю. Да, самая большая. Которая в принципе сейчас приостановилась. Деньги вроде бы есть. Есть понимание партнеров, но не могут пойти дальше с проектной документацией из-за простой регистрации этой собственности в реестре недвижимого имущества. Поэтому проблем, наверное, очень много. Многие из них связаны с несвоевременной делимитацией публичной собственности из-за отсутствия понимания некоторых госслужащих, что является в принципе децентрализацией публичной собственности. Потому что это очень важный момент. Местные публичные власти самые близкие к этому вопросу. И я больше чем уверен, что если будет доступ к каким-то программам с финансовой составляющей конкретной для экологических проектов, то они в эти проекты будут вкладываться. Смотрите, у нас экологические такие проекты, ограничения, по крайней мере, постепенно все-таки вводились. Запрет на пластиковую посуду, определенный вид пластика, который не разлагается, на пластиковые пакеты, которые не разлагаются. Хотя, не знаю, проверяет ли кто-то или нет, мерзимопиация, чентрал, и там что угодно, и совсем не соответствующее законодательство. В супермаркетах, да, пакеты поменяли, а в общем-то это все, по-моему, чем все это и ограничилось. Также, наверное, ограничится и запрет на курение, на балконе. Я живу на седьмом этаже, я хочу посмотреть, как вы будете меня видеть, что я там делаю, на том балконе. Я передаю привет депутату, которому все не имется, и он все пытается еще больше ограничений сделать. И напоминаю, что если он посмотрит состав бюджета, курильщики приносят огромные деньги в бюджет, в отличие от некоторых депутатов, которые их только тратят на бесполезные законы, на инициативы. Извините, госпожа Кашеру, что я так об одном из ваших коллег. Возвращаясь к пластику, это большая проблема, и это проблема мирового уровня, и Республику Молдову она не обошла. Пластик у нас везде. Для этого достаточно просто выйти из дома, и уже во дворе мы обязательно наткнемся либо на пакетик, либо на выброшенный стаканчик, либо на что-нибудь обязательно. У нас даже в столице нет сортировки мусора, и уж тем более нет отдельного, не собирается отдельно пластик, хотя бы тот, который перерабатываемый. У нас даже большинство людей на самом деле, они не знают, что пластик делится на тот, который перерабатываемый, а тот, который не перерабатываемый. У нас нет никаких программ. Это связано в том числе и с тем, что масс-медиа не обращает особо внимания на экологию, но и те, которые получают, простите, грантовую поддержку или что-то еще для продвижения этих тем, не включают масс-медиа в свои расходы. Извините, что я сегодня такая откровенная. Вопрос теперь следующий. Будет ли теперь для того, чтобы люди понимали, что мы делаем и для чего мы делаем, дает ли нам допуск, в том числе и программа Life, к обучению граждан, к объяснению им целесообразности, необходимости и так далее, чего-то еще. Потому что одними карательными мерами добиться невозможно. Невозможно наказать человека за то, что он не понимает. Он вообще не понимает, почему этот стаканчик он должен положить в этот контейнер, а вот этот стаканчик он должен выбросить вот в этот контейнер. Мы можем использовать в том числе и для воспитания, объяснения, понимания. Программы по улучшению управления отходами, они обязательно должны быть реализованы с компонентой по информированию населения, потому что население в этом непосредственно участвует. Для того, чтобы создать эти 8 зон или 8 регионов по управлению отходами, у нас деньги есть. Они были подписаны в 2019 году с Европейским инвестиционным банком. Это 100 миллионов евро, плюс 100 миллионов евро дополнительных Европейский банк реконструкции и развития, 200 миллионов евро. Так была рассчитана реализация стратегии по управлению отходами 2013-2027 года. Но нам не хватит этих денег, потому что нам нужны еще средства для переработки отходов. Вот, например, мы упоминали 4 регион, самый большой, где больше всего производителей отходов, так как только Кишинев, это миллион населения, и плюс еще все районы, которые вокруг. Миссерсированного мусора. Вот. И для этого региона мы планируем создать центр по управлению отходами. И вот Александр упоминал о том, участке, да, который мы хотим использовать для того, чтобы создавать этот центр. То есть не просто полигон для складирования отходами, а центр, где мы будем привозить все отходы, сортировать и перерабатывать. Пластик. Пластик — это тот отход, который включен в регламент по упаковкам, регламенту пиамбалажи. И этот регламент предусматривает инструмент, который используется в Евросоюзе. Это responsabilitate экстинсия о проду каторлу или ответственность производителя. Вот. Она предусматривает создание как бы определенного процесса, в котором те производители или импортеры пластика и упаковки, они будут работать либо через ассоциацию, коллективную ассоциацию, которая будет создана они будут подписывать контракты, и коллективная ассоциация будет собирать эти упаковки и этот пластик. И в регламенте по упаковкам написаны индикаторы, то есть, какие проценты мы должны собирать в течение года по всей стране. 30 процентов пластика всего и всей упаковки должны собираться этой коллективной ассоциации или если производитель или импортер не хочет подписывать контракт с этой коллективной ассоциацией, в принципе, будут подписывать все, потому что это очень удобно, тогда производитель или импортер он сам должен собирать это по рынку, но это сложно. Это намного легче делать через эту коллективную ассоциацию, которая будет сама потом организовываться таким образом, чтобы собирать эти 30 процентов. Вот эта вот расширенная ответственность производителя, это, в принципе, основа управления отходами в Евросоюзе. Ничего другого не придумано было пока в Евросоюзе для того, чтобы достигать вот эти индикаторы, цели, поставленные цели, которые сначала мы включаем в эти регламенты я не знаю, в 30 процентов, потом мы будем их увеличивать, будем доходить до тех процентов, А какие сроки включены в этой программе, за сколько времени мы должны к этому подойти, потому что пока, мне кажется, мы двигаемся очень медленно. Упаковки, это уже 1 января 2023 года, у нас уже есть ассоциации зарегистрированные, у которых есть авторизация от экологического агентства, которые начнут подписывать контракты с производителями и импортерами пластика и процесс будет запущен, то есть вот сейчас с нового года мы начнем работать по этому новому методу. Это по пластику, по батареям то же самое, по использованным маслам то же самое. давайте уточним батареи зарядные устройства. Потому что у нас отопление, отопительные конструкции тоже называют некоторые батареями, поэтому я уточнила. Два года назад или три в доме, в котором я живу и я потом строил не только моим доме, в Кишиневе установили как раз сборник, контейнер для батарей аккумуляторов. Потом они куда-то все исчезли. Перестали собирать? Собирают дальше, собирают на автозаправочных станциях, еще есть пункты по сбору аккумуляторов и батареек. Или это значит кому-то пригодилось дома, понравилось вот это вот устройство, он решил его себе забрать. Я просто к тому, что я не очень поняла, почему они исчезли. На всех подъездах практически со временем они исчезли. И мне было интересно, закончилась программа, по которой они были установлены и собирались, или как обычно у нас все, что плохо привинчено, недолго висит. Такой же регламент, как по пластику, есть и по отходам электронного и электрического оборудования, туда включены и батарейки, и аккумуляторы, и есть ассоциация, которая этим занимается. То есть, опять же, производители или импортеры, в большинстве своем это импортеры этой продукции по рынку Республики Молдова, они подписывают контракт. И я помню, когда это все начиналось, в начале этого года мне звонили различные магазины, которые реализовывают электронное и электрическое оборудование, спрашивали, почему мы должны подписывать контракты, это же дорого, раньше вот была ассоциация, мы туда вывозили какой-то мусор, да, вот в этой категории. Почему мы должны за это платить? Потому что за это везде оплачивают, потому что это очень дорогостоящий процесс для того, чтобы это все перерабатывать. Это не бесплатно. Вот, и это было, как бы, это происходило в течение нескольких месяцев, пока все экономические агенты не поняли, что это надо делать, что надо заводить все эти базы данных, да, вести учет, и потом как бы эту информацию передавать этой коллективной ассоциации. Сейчас мы начнем работать по пластику с 1 января. Опять будет то же самое, в принципе, хотя большие экономические агенты, как типа Coca-Cola, Kaufland, то есть у которых очень большие объемы пластика и упаковки, да. они уже давно это все обсуждают, то есть как бы рынок готов, у нас рынок готов, мы это уже как бы можем начинать. Есть еще абсолютно тот же принцип по автошинам, опять же создание коллективной ассоциации, этот регламент уже был принят, то есть его надо будет также вводить в силу, то есть есть какие-то определенные категории отходов, которые мы будем собирать таким образом. Я должна отпустить господина Моркова, но отпущу его не раньше, чем задаем ему заключительный вопрос, а вы постарайтесь максимально кратко на него ответить. То, о чем мы сейчас говорим, на местном уровне, потому что я понимаю, что даже на уровне Кишинева не все работает идеально и не все подключается, мне сложно себе представить, как это будет работать на местном уровне. Там готовы к внедрению всех этих пакетов, создания специальных полигонов, ассоциаций и так далее? Ну, если говорить о местных публичных властях, то я сейчас повторюсь, наверное, но мы видим, что вот инициатива, которая сегодня была проголосована в первом чтении о создании ассоциаций межмуниципального сотрудничества тоже является одним из инструментов, который позволит местным публичным властям кооперироваться в том числе по вопросам менеджмента вот этих отходов. Потому что для любой мэрии, в принципе, для большинства их из них это дорогостоящие программы и довольно-таки трудоемкие и для многих неподъемные. Но путем кооперации, если будут конкретные финансовые инструменты на центральном уровне, которые позволят им в принципе не только создавать какие-то платформы, о которых вы говорите, но в том числе и обучать население. Потому что давайте говорить честно, у нас есть большая проблема с пониманием населения, важности с культурой быта, в том числе по этим отходам. Потому что если пройтись по полям, то, наверное... Я не видела поле, я ни разу не встретила пакет, как минимум. Проблема еще очень большая, потому что если чем больше мы будем затягивать с такими программами, тем эта проблема будет серьезнее и решать ее будет дороже. Потому что сейчас авторизированных как таковых свалок на местном уровне, наверное, можно посчитать по пальцам на одной руке. Поэтому очень важно, чтобы все понимали эту проблему и сплоченно ее решали. Потому что по-другому мы живем в этой стране и будем жить в все худших экологических условиях, если мы этого не будем понимать. Спасибо, господин Морков. Прощаюсь с вами. Надеюсь, еще увидеть вас в студии. Продолжаем с госпожой Кошеру. У нас с вами еще есть немножко времени. Еще один источник загрязнения. О нем напоминают очень часто мои коллеги с других каналов, но не могу не спросить, пользуясь тем, что вы в моей студии. Энергетический кризис усилил наши противоречия, связанные с тем о взаимоотношениях с Принесторовским регионом. И, естественно, каждый раз, когда мы заключали хоть какое-то соглашение по электроэнергии, всплывало ММЗ, экологический сертификат. Насколько я помню, на госпожу Контораджио когда-то оказывала давление, чтобы они согласились на экологический сертификат для ММЗ. Сейчас я так поняла, что, возможно, я ошибаюсь, вы меня поправите, что, опять же, этот самый сертификат является гарантией того, что мы до марта месяца сможем покупать газ на МОЛД-ГРЭС. Или, если я сейчас не права, вы меня поправите. Так ли это? Знаете ли вы что-то об этом? Электричество покупать. Да. Электроэнергию покупать. Да, да. Электроэнергию покупать. С тех пор, как мы начали выдавать этот экологический сертификат металлургическому заводу в Рыбнице этот экологический сертификат, он таки служит как бы предметом договора, да. Мы договариваемся о той цене по электроэнергии, которую мы покупаем у МГРЭС. И продлеваем этот сертификат на определенное количество времени. То есть это такие очень... Простите, это предмет шантажа? ...короткосрочные экологические сертификаты, но это требование Евросоюза, потому что Евросоюз прекратил экспорт металлов, да, металлиузати. Металлолома. Металлолома, да. Использован металлолома прекратил экспорт из Евросоюза. А металлургический завод в Рыбнице он использовал как бы металлолом из Евросоюза. И вот для этого надо было как бы подключить нашу страну к положению, к регламенту Евросоюза, который разрешает странам использовать определенные отходы из Евросоюза, которые считаются ресурсами, природными ресурсами для Евросоюза. И все это связано с European Green Deal, зеленое соглашение, которое было проголосовано Евросоюзом в 2020 году. Вот в нем это все и заложено. Рациональное использование природных ресурсов, отходы это не ресурсы, отходы это не отходы, а ресурсы. И вот они тогда ограничили как бы вывоз ценных природных ресурсов. тот же пластик, тоже не вывозить его, а перерабатывать, использовать. И поэтому надо было включать Республику Молдова в это положение Евросоюза. Мы включили и согласно этому положению металлургический завод может получать металлолом из Евросоюза. Но в положении так и прописано, что они могут это использовать только если они обладают сертификатом, экологическим сертификатом. И вот так первый раз металлургический завод попал в Кишинев для того, чтобы просить это экологическое разрешение. Для нас это конечно было... Они неделикатно решили вопрос свой. Совсем неделикатно. Политический шантаж чистой воды. Вот да, мы так и работаем, но то, что делаем мы как страна, мы выезжаем на этот объект, мы его оцениваем с экологической точки зрения для того, чтобы понимать, насколько он соответствует экологическим требованиям. И так как они получали сертификат ИСО 14000, это международный экологический сертификат, то они довольно хорошо выполняют требования экологические. То есть есть очень хорошие прогрессивные вещи, которые там устроены, но есть и то, что мы требуем от них как улучшение экологического менеджмента на предприятии. То есть они все-таки что-то там меняют по части экологии, то есть это не совсем старое производство 50-летней давности, то есть там какие-то вводятся экологические изменения, я это хотела узнать. По заявлениям некоторых молдавских политиков складывается ощущение, что это как в старину, знаете, чугун гоняли, и вот этот черный дым в небо, вокруг нечем было дышать, и что они сейчас работают приблизительно таким же образом. Но из того, что вы говорите, говорится о том, что на самом деле там определенные нормы существуют, они внедряются и изменяются соответственно на времени. Может быть не до конца они полностью соответствуют нашим требованиям всем, которые мы сейчас вводим, но я думаю, что они не единственные, кто сейчас не совсем соответствует требованиям, которые мы вводим. Ну вот, например, тот же цементный завод в Рыбнице или кирпичный завод, вот это точь-точь то, что вы расписали, как в Советском Союзе, да, то есть очень большие выбросы, очень опасные выбросы постоянно, которые очень сильно влияют на наше население в резине, потому что эти выбросы... А они получают сертификат? Они не получают сертификат, они его не просят, им он не нужен, они просто работают... Они сейчас этот кирпич будут нам продавать еще в большем количестве, нас же травить выбросами и продавать, торговать нас кирпичом, потому что у нас по такой цене газ, что наш кирпичный завод работать не может. Да, потому что у них есть свои ресурсы, минеральные ресурсы, из которых они это делают, им от нас ничего не надо и сертификат тоже не нужен. А по металлургическому заводу, я вот это и объяснила, что у них как бы нету другого выхода, чем получать этот сертификат для того, чтобы Брюссель знал, что у металлургического завода есть сертификат экологический, что они работают согласно этому сертификату. Но так как мы находимся в постоянном процессе договора по цене электроэнергии, то это происходит очень фрагментарно, потому что в принципе экологические сертификаты они выдаются на более долгосрочной основе. То, что мы делаем здесь с нашими экономическими агентами. В любом случае мы надеемся, что мы сможем в очень ближайшем будущем работать со всеми предприятиями, промышленными предприятиями на правом берегу, на левом берегу Днестра, потому что они очень большие загрязнители, и мы это очень хорошо знаем. У нас сейчас есть закон о воздухе, который мы приняли. Это новый закон согласно директиве Евросоюза по воздуху. И вот по этому закону мы должны в стране создать сеть мониторинга качества воды, и мы в первую очередь в воздухе, извиняюсь, и мы в первую очередь уделим внимание рыбнице и резине, чтобы установить все это оборудование в резине. Мы общались с населением, из резины, ищем деньги для того, чтобы в первую очередь понимать, что происходит там. И мы будем с помощью этого оборудования понимать, что происходит не только в резине, у нас там тоже есть лафарш, но и в рыбнице, потому что это очень близко. Мы будем улавливать все их выбросы и понимать, насколько они нас травят. И что дальше предпринимать по этому вопросу. Это лето нам показало важность необходимости зеленых насаждений, потому что из того, что я поняла, чем меньше лесов, тем меньше влаги и способности земли удерживать влагу. И получается у нас какой-то замкнутый круг. Мы не сажаем леса, но при этом ежегодно жалуемся на засуху практически. И отсюда у меня вопрос. ПДС у власти уже полтора года. В вашей предвыборной кампании, из которой вы выиграли и выиграли с большим отрывом, то есть ответственность исключительно одной партии на всем этом будет заложено 100 тысяч гектаров лесов. Как за оставшиеся два с половиной года возможно выполнить это предвыборное обещание? Программа рассчитана на 10 лет. И эту программу мы уже разработали. Мы ее предлагаем всем партнерам по развитию. Ищем финансирование на эту программу, потому что программа очень дорогостоящая. Я уже сказала, что она стоит больше миллиарда евро. Нам надо полностью реформировать наш лесной сектор, Молдсилву, переформировать это агентство, потому что оно было нацелено с 98-го года на вырубку лесов. То есть агентство, которое было на самофинансирование. На контролируемую вырубку лесов. На контролируемую вырубку лесов, да. На самофинансирование агентство было всегда. И поэтому сколько вырубаешь, такие зарплаты у тебя и будут. Это было совершенно неправильно, исходя из экологической политики, потому что вы очень правильно заметили, что сколько лесов в стране, столько и воды будет. Мы, как сельскохозяйственная страна, не можем себе позволить иметь так мало лесов в стране с нашими плодородными почвами и с нашими перспективами доступа к европейским рынкам. У нас постоянно диверсифицируется тот список продукций, которые мы можем продавать на европейских рынках, но у нас нет воды в стране, то есть эту продукцию надо выращивать водой, а у нас воды в Днестре и в Пруте мало, а внутри страны ее практически нет. И поэтому все зависит от этой программы, насколько успешно мы будем ее реализовывать. то, что мы обсуждали раньше, это очень важно для того, чтобы не искать только международные источники финансирования, но подключать и наш национальный бюджет. Я понимаю, что мы не можем его сейчас просто настроить на экологические проекты, проходя через все эти кризисы, мы должны быть рядом с населением, помогать населению, но для того, чтобы обеспечить будущим наших детей в этой стране, потому что программа, даже если мы посадим в этом году, в следующем году 10 тысяч гектаров, и в следующем, и мы будем следовать этой программе, водные ресурсы восстановятся за 2-3 года, они восстановятся в течение последующих 70 лет, если мы будем эту программу внедрять. Если мы будем разумными хозяйами того, что у нас есть. Совершенно верно, и поэтому мы концентрируем все наши усилия, работаем с партнерами по развитию. Партнеры по развитию уже очень хорошо поняли наши приоритеты по этой программе, то есть то, что говорим и мы в парламенте, и правительство, и президент страны, наши два самых главных приоритета, это посадка лесов и управление отходами. То есть программа, в которой есть деньги, и ее надо начинать реализовывать. Пятый регион унгены, он уже готов для инвестиций из этой программы Европейского банка инвестиций для создания инфраструктуры по управлению отходами. Пятый регион это ниспаренный колораж унген с полигоном по складированию отходов в унгенах. Очень хороший вопрос вы задали с работой с местным населением, потому что местное население не оплачивает тарифы по отходам, как мы это делаем в Кишиневе, им это незнакомо. Если начинаешь обсуждать этот вопрос с местным населением, они всегда говорят, а мы не производим никаких отходов, у нас их просто нет. Вот, и поэтому с ними надо очень много работать, это надо делать через мэрии, надо подключать население, иначе программа по управлению отходами, она просто не будет реализована. Каждый человек должен понимать, что он должен платить за эту услугу, и мы эту услугу должны создать. Будет создан оператор в этих трех районах, один оператор, который будет собирать мусор, собирать его раздельно, будем перерабатывать мусор. Вот, и по посадке лесов, опять, надо искать деньги, надо реализовывать программу, надо начинать с реформы агентства, агентство не должно больше вырубать деревья для того, чтобы оплачивать себе зарплаты, то есть это должно быть агентство, которое реализовывает политику по защите лесов, с лесниками, которые являются охранниками леса, они рубят лес, и экономическое предприятие, сколько их будет необходимо в стране, потому что сейчас у нас 24 экономических предприятия, лесных предприятия, которые вырубают лес, и они по-другому как бы не думают, тем более, что у нас в стране не только экономические. лесник, его работа охранять лес, следить, чтобы не было браконьеров, которые будут стрелять животных, тем более, что у нас достаточно животных на территории Молдовы, которые внесены в Красную книгу, вымирающий вид. Я вообще-то всю жизнь, я понимаю, что я наивный человек, оказывается, их работа лес рубить. Да, и помимо этого у нас и резервации наши, охраняемые территории, которых у нас несколько, они все являются экономическими агентами. Я когда это поняла первый раз, для меня это был очень большой шок. Это экономическую деятельность, они зарабатывают. Это охранная территория, там дышать надо очень тихо, потому что там надо защищать и лес, и то биоразнообразие, которое там есть. А мы там рубим. Это экономический агент, который рубит лес и выплачивает себе зарплату. Уничтожая естественную среду обитания животных и лишая нас чистого воздуха. Ну вот на этой пока не оптимистической ноте мы заканчиваем с вами сегодняшнюю программу, но я обещаю, что тема экологии остается у нас открытой, мы будем к ней возвращаться еще и еще разы, тем более, что мне кажется, что больше работая над экологией, над зеленой энергетикой и так далее, у нас больше шансов сохранить здоровье своим детям и внукам, чем борясь с балконами, извините, за такой вот троллинг, но мне кажется, что некоторым депутатам некуда энергию девать, а у нас как раз проблемы с энергетикой в стране могут подключиться для выработки. Спасибо, я еще раз благодарю вас за участие в программе, я прощаюсь с нашими зрителями, в четверг увидимся в этой студии, все хорошо, берегите своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова